Вообще-то я артист цирка. Канатоходец. Ну, я думаю, уже заметно. Вот. Ну, могу и песню спеть, и фокус показать, и шпагу пролотить. Мы вообще артисты цирка, народ мультисистемный. Вот. Взаимозаменяемость, на самом деле, полная. Ну, потому что много работаем над собой, репетируем. Вот. Расслабиться практически времени нет вообще. Ну, вот. Ну, мы находим, конечно, шо там говорить. В общем, вчера у артиста выходной был, и нам внезапно вдруг зарплату выдали. Не подумавши. О, а мне выпить захотелось, на самом деле. Всегда последнее время совпадает. Как зарплата, так не выпить хочется. Шо такое, не знаю. О, жена как-то спросила, зачем ты водку пьешь? Я ей говорю, потому что она жидкая. Была бы жесткая, и я б ее грыз. Все стало сразу. Сразу. О, ну, нас, на самом деле, пьющих в цирке уже практически не осталось. Двое только. Последний из маякан. Я и Леня Гутаперчевый. Тут тоже, конечно, специалист широчайшего профиля. Он до цирка работал аналитиком на свадьбах. Не знаете, что такое? Это человек, который проверяет у гостей, аналиты ли у них. Понимаете? Вот. Ну, сейчас уже работаем вместе. Я вчера его с собой, на самом деле, на это дело, вот, и прихватил. Тот после репетиции даже костюм ящерицы снимать не стал. Джинсы, вьетнамки, рубашечку и все. К пьянке готов. Ну и пошли. Купили вина, пять бутылочек, вот, чтоб всем поровну. О, зашли в парк, нашли кусты подходящие, стали пить из горла, как гарнист. Гарнисты видели? Мы и так думали. Оказалось, что в милиции про эти кусты знали. Да, и когда надо было план по алкоголикам выполнять, они с этих кустов по три-четыре урожая в день собирали. Ну, такие фрукты им попались в первый раз, честно говоря. В общем, только мы три бутылочки отгарнили, только мы за четвертую принялись. Тут, как говорится, вдруг без стука к нам в кусты заявились милиционеры, капитан, сержант и собачка небольшая, милицейская, мусоршнауцер. Ну, мы, естественно, увидели, сказали синхронно от нас и побежали убегать в разные стороны. Я вправо, Аленя тоже вправо, но в другую сторону. И я сразу дал, потому что если я бегаю, меня и страус не догонит, я сразу дал. Хорошо, оторвался, понятно, делал там капитан, собачка сзади, она недалеко сзади. И вдруг препятствие, забор парка, высокий, старинный такой забор, огромный. Но я тоже ноги, лобки, руки сильные. Что мне забор три метра, правильно? Это бубки шест нужно, да? А мне что? Сзади тем более собачка стимулирует. Ну, я моментально чик там, оп, на другой стороне уже все нормально, стою на ногах, приземлился прямо перед девочкой 11 лет. Да, стояла там маленькая девочка такая, крутила в руках собачий поводок. Не, один поводок без собаки. Стоит, крутит, смотрит, любуется, как солнце заходит за жебеи. Да, в руках Андерса, ну, девочка такая. Вот, и представьте картину, вдруг перед ней в газон втыкается летающий медведь, а из парка свистит милицейский свисток. Ну, картинка та еще. То есть, другая девочка от увиденного, стала моментально другом всех логопедов, правильно? Вот, а это не, я только сказала, ой, так, ой. А бультерьеру девочки, ну, мне, послышалось фас. И этот друг человека сначала укусил меня за портмоне в правом заднем кармане, потом за мелочь в левом. А когда он прихватил меня за подолк в футболке, я моментально взлетел на ближайшее дерево, как сумасшедшая белка. Ну, страшно, понимаете? Короче говоря, что увидит капитан милиции сквозь прутья забора? Я взлетаю с собачкой на ясень, а девочка кричит своему тузику фу. О, а тузик свирепый попался такой собака. И рад бы зубы рожать, так высота уже девять метров. Да, можно и слово вечно сложить. Злиться, перестал, висеть, радуется качеству трикотажных изделий. А когда нас потом пожарники снимали, так вообще спокойный был, как прищепка. Да, было дело. А у Лени, у него своя история побега. У него в цирке номел человек-рептилия, понимаете? Вот он сквозь прутья забора и полез. Мысль же одна, голова пролезет весь, пройду, понимаете? Вот. Но Леня был под мухой, да и зацепился бляхой. Верхняя часть побег совершила, нижняя парки ногами дрягает. Сержант приближается, шо такое? И Леня полез из новых джинсов, как змея из старых. Профессорализм сказался. А сержант смотрит, не догоняет, смотришь, шо такое? А сумерки? Чешуя ж переливается, представьте себе. Вот. И не то, что залюбоваться можно, а совсем наоборот. В руки брать так просто страшно, да? Вдруг она ядовитая. Свисток выронил, стоит, смотрит, не догоняет. И Леня сбежал. А шо ему делать? Вот. Он потом в зоомагазин спрятался, говорят. Его потом одного новому русскому продали, как говорящего варана. Недавно звонил, говорит, все ему нравится, цирк возвращаться не собирается. Кормят на убой. Что-то там даже про размножение намекал. Вот. Ну, главное, что ему нравится. Вот такие дела, друзья мои. Хоть цирк и выходной, а милиция программу посмотрела. Вот туда.